Привет всем, друзья! С вами снова я, и мы, как всегда, с вами продолжаем говорить о чемпионате мира по хоккею 2017 года. Даже не знаю, с чего честно начать. Закончился у нас матч сборной России со сборной Италии. Игра была хорошая, и закончилась она хорошо, прям уж совсем хорошо, только для одной команды. Что вы уже все знаете, это, конечно же, наша сборная России. О самой игре могу сказать, что все знали, что сборная России играет со сборной Италии, и то, что для нас это чуть ли не тренировочный матч, потому что сборная Италия на класс ниже нашей сборной. Но все же им удалось забросить нам одну шайбу. Несмотря на то, что сборная Италия у нас сыграла со сборной Словакии, и там они дошли аж до овертайма. И только в овертайме они уже проиграли сборной Словакии со счетом 3-2. Ну а что касаемо игры со сборной России, конечно же, я не буду ее всю полностью описывать. Но могу сказать только, наверное, вкратце только одно, то, что сборная России заказала пиццу, разрезала ее на 11 кусочков, наши забрали себе 10 кусочков, но, конечно же, не пожадничали, и поделились со сборной Италии одним кусочком. И в итоге вторая очередная победа от сборной России на чемпионате мира по хоккей 2017 года с шайбой. Наши молодцы идут вперед, бьются. Все думали, что на воротах будет стоять весь матч Илья Сорокин, но не так все оказалось. На ворота все-таки у нас стал Андрей Васильевский. И уже в третьем периоде на ворота у нас стал Илья Сорокин. Конечно же, забивали ворота сборной Италии, наверное, все, кому не лень. Но сказать то, что совсем игры не было, и то, что не было борьбы, нельзя сказать, потому что матч, он есть матч, все к нему готовились. Все были настроены на серьезную игру, потому что это чемпионат мира. Здесь может быть у нас все, что угодно. Смотришь одно, а получается в итоге другое. И в очередной раз сборная России, конечно же, доказала свое превосходство. И просто, я вот не знаю, наверное, большую дырку сделали в команде сборной Италии по хоккею. Что под ним придется, наверное, еще очень долго. Впереди, друзья, у нас, наверное, самая такая интересная битва будет. Да, действительно, битва. Будет 8 мая. Мы играем со сборной Германии. И вот здесь уже нужно, на самом деле, все посерьезнее. Потому что сборная Германии у нас, как известно, обыграла сборную США. Хотя США никогда не считалась слабой командой. Но, видимо, немцы подготовились. Так что впереди нас ждет бой. Смотрим хоккей. Смотрим и болеем за сборную России. Всем спасибо, что смотрели меня. Такой маленький мини-обзорчик был на игру. Ну, что же делать? Разгром есть разгром. Всем спасибо, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok